Девушки отдыхают 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 Наблюдаю два объекта. Ещё двое на веранде с обратной стороны. Оружия не вижу. Один объект в комнате вооружён. Заходим, ребятки, не шумим. Принято. Ренатик, готов? Я первый, рысь за мной. Пожалуйста, проходите, вот нажав колбас. Пожалуйста, ваш багаж. День добрый. Сюда, пожалуйста. Проходите. Сегодня размещение в гостинице. Завтра университет. Встреча с правозащитником намечена на… Приехали в тюрьму. Мы хотим ее осмотреть. Это оно, да. Но в тюрьму мы всегда успеем. Прошу, прошу. В гостиницу, Омирыч. Прогулка десять минут. Время пошло. Время пошло. Ну что? Вы ливневку нашли. Угу. Точно такую же, пять лет назад нашли. И точно так же ее залили бетоном. Угу. Куда она ведет? Ты мне такие вопросы задаешь. Откуда я знаю? Я же не лазил. Я понимаю, что мы затягиваем сроки. Вы должны были переселить заключенных вести неделю назад. Они уже не полезают в камеры. Мы выполним обязательства. Новое здание. СИЗО полностью готово. Большая часть блоков уже переселена. Посмотрите. Угу. Спасибо. Так, а в чем задержка? Бюрократические накладки. Вот посмотрите, как спонсоры оснастили спортзал. А популяризация спорта – это же профилактика правонарушений. Во всем мире это известно. И у нас. Ты что, бежать вздумал? Не, не советую. Слушай, брат, мы же договоримся. Конечно, договоримся. Ты не дергаешься, я не стреляю. Давай без этих, а? Забирайте, а потом будете уже документы оформлять. Нам тут тоже до ночи, знаешь? Все, давай пока. Поверили? Все чисто. На, смотри. Опачки. Лена, какие планы на вечер? В смысле? Что? Ну, может, сходим куда-нибудь? Игорь, никуда я с тобой не пойду. Вот тебя не поймешь, что сама приглашаешь, что никуда я с тобой не пойду. Ну, как тебя понимать-то? В каждой женщине живет загадка. Подрастишь – поймешь. Значит так, Николаева, ты, Игорь, Гена, Ренат, отконвоируйте задержанных, рост. А мы? А мы ждем Шумилкина, он будет бумаги оформлять. Давай, 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 стой. Ну? Чего еще? У вас кровь на щеке. Разрешите? Так, минуточку, давай без этого. Вообще, на себя посмотри. Ты что, вся в мусоре каком-то? Как будто только что из подвала вылезла, а? Ты офицер Николаева? Ну, и что завид? Зря ты, Сань. Ты чего так с женщиной? Чего ты добиваешься? Я ничего не добиваюсь, Паша. Это она от меня чего-то все время добивается. А я ей пытаюсь донести, что нет здесь ни мужчин, ни женщин. А есть бойцы, и все. Женщина, она всегда женщина. Да? А не хрен ей здесь делать. Бандит в нее стреляет точно так же, как в любого другого. Сунулась ее выбор. Я при чем? Прокуратура вон приехала. А, послезавтра всех переводят. Ну, значит, завтра. Завтра у нас забляшут. Сань, ну где я тебе сейчас броневик найду, а? Это мне полдня бумаги оформляют. А ребята твои будут эти ящики охранять? Давайте тебе закинем сейчас все и быстро загоним. Тебе же все равно ехать рапорт писать, правильно? Правильно. Ну, как там все, что было? Ну, напишешь, закинем все и будем свободны. Шумилкин, знаешь, меня больше всего чего бесит? Штатные обязанности. То, что я бандитов скрутил, это фигня. Ладно. Я должен, значит, поработать конвоиром, потом еще грузчиком и экспедитором в придачу, да? Ну, не начинай, Сань. Тут 20 минут ехать в силу, базарим дольше. 20 минут? До Главского 20 минут? Да зачем до Главского? Я в Овсиновский позвоню, они и примут. Это кадр возле СИЗО? Ну. Ладно. Ребят, давайте в машину. Давай, Сань. Хватит луковить. Вам известна цель нашей миссии? Ведь известна, так? Ну, ну да. В общих чертах. Тюрьму нашу хотите осмотреть? У вас, по нашим сведениям, масса невинно осужденных. Поговорим с заключенными, посмотрим. Составим собственное мнение. Доведем его до мирового сообщества. Так. Ага. Не, вы поговорите, поговорите. Они вам такого наплетут, что сидят за убеждения, и вообще, что каждый второй ни за что. Мол, прокурор-людоед попался. Вот и поговорим, посмотрим. Составим собственное мнение. Доведем его до мирового сообщества. Доведем его до мирового сообщества. Вы боитесь? Я боюсь. Почему нас сразу туда не отвезли? Тюрьму хотите посмотреть, да? Да. Да, да, да хоть живите там. Ради бога, все для вас. Когда желаете? Угу, завтра хотите? Да. Ну, как говорится, милости просим. Угу. Стой! О, да, прет. Тихо, тихо. Спокойно. Чего, тихо. Вот смотри. Вам должны были позвонить. Нет, никто не звонил. Не звонил никто? Нет. Странно. А чего странно? Ремонт у нас. Слыхал? Да слыхал я, слыхал. Посмотрите, вот еще здесь. Полный раздрай. Корпуса ломают, траншеи копают. Теперь, чтобы на склад попасть, надо через СИЗО ехать. Через СИЗО? А здесь дороги нет и быть не должно. Ну, ясно. А вы не могли бы позвонить, уточнить? А? Позвонить-то можно. Пожалуйста. Ой, бардак. Вот бардак, а. Это у нас вот так вот везде и во всем. Ну, ты знаешь, особо не обобщай. И вообще, это, даже не знаю, говорить тебе, не говорить. Ну, если начал, что, давай говори. В общем, я тут недавно слышал, как прокурор орал на твоего начальника. Ну? Ну, чё ну? Помнишь, ты Хохлова охранял? Ну, помню. Ну, помню. Вы там, чё-то у него спрашивали про Ли, а ваш разговор записывался. Понимаешь ты это или нет? Ты ему форменный допрос учинил. По какому праву? Вот это вот и есть превышение служебных полномочий. Понимаешь? Я закон не нарушал. Правильно, не нарушал. Генерал тоже так сказал. Ну, ты знаешь, Николаевич, ты в следующий раз давай поаккуратнее как-то, что ли, я не знаю. Ладно, спасибо, что предупредил. Ну, чё там? Так что, ребятки, вам надо через второй пост ехать. Через второй? Вон там. А тут дороги нет. Хорошо, спасибо вам большое. Проезд-то и нет. Спасибо большое. Давайте. Давайте, давайте. Поехали через второй пост. Давайте. Пошла, оралевая. Нет, ну как так? Представляешь, ты офицер, ты как будто из подвала вылезла. Так я только что из подвала-то и вылезла, а? И что? Так он же вместе со мной там был. Бревно бессердечно. Зато хоть внимание обратил. Ага. Спасибо за такое внимание. Лен, ну то, что вы там по чердакам да по подвалам, мне-то понятно. Ну, вы же там все в амуниции, верно? Ну, да. Ну, вы же переодеваетесь. Ну? Ну, ты же после работы в общественном транспорте в таком виде не ездишь, верно? И что? Ну, как и что, Лена? Ну, вот в чем ты на работу по утрам ходишь? Он же тебя только в амуниции видел, правильно? Привет. 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 Бородинского не было, я Карельского купил. Картошку купил? Ну? Или как в прошлый раз? Представляешь, я его за картошкой послала, он вместо того, чтобы картошку купить... Купил молока. Купил? Ну, я вижу, молодец. Ужина достоин. А вы тут о чем? О мужиках. Да, Паша, типа все мужики сволочи, один ты у нас молодец. Угу, ирония, сарказм. Это мы понимаем. Чистая правда. Давай, иди переодевайся. Угу. Засиделась я. Пойду. Лен, может, поужинаешь с нами, а? Нет, спасибо, я чайку попила, все, ничего не хочется. Да? Ну, ладно. Ладно, давай провожу. Что? Я что? Туфли прямо на каблуках. Почему бы и нет? Ахах. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, ну-ка. А? 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 Ой, здоровый. Кто такой здоровый куть? А? Су-у-у. А? Такой не весло, да? Подожди, тихо-тихо. Суд при вынесении приговора не учел смягчающих обстоятельств. Кроме того, по утверждению адвоката, суд не приобщил к делу важные вещественные доказательства. В интервью нашей телекомпании Красовский намекал на некое давление сверху, которое было оказано на судью Лемешеву. Так или иначе, теперь свою оценку приговору по этому резонансному делу должен дать краевой суд. Напомню, Олег Барсуков неоднократный чемпион России. В последнее время он стал меньше выходить на ринг, сосредоточив свое внимание на работе с подрастающим поколением спортсменов. Под его руководством наша юношеская сборная достигла больших успехов. Нет, ты видал, Капитош, чё это он? С ума, что ли, сошёл? Нормальный, вроде, мужик. Что на свете белом делается? Дурдом. Да, Игорь, что я делаю? Яблоки собираю. Нет, я не в саду, я на асфальте. Да, именно на асфальте их собираю, по твоей милости. Ладно, что ты хотела? Просто так? Знаешь, что мне хочется тебе сказать на это? Или вслух сказать? Да, именно туда. Пока. Иди, клиент пришёл. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Вот, в то дальнее кресло присаживайтесь. Спасибо. И что со всем этим кошмаром мы делать будем? Честно говоря, не знаю. Может, просто кончики, чтобы не стеклись? Ага. А покрасить, завить, уложить? Нет, нет, вы что, у меня такая работа, что мне нельзя, нет. Что ж у нас за работа такая, что подкрутить, завить? Нет, нет, нет. Что-то вроде инструктора по экстремальным видам спорта. О-о-о. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Мы вас вообще через неделю ждали. Всё, мы закончили. Они любят внезапность, чтобы нагрянуть и, понимаешь, тут же в нарушении всех прав и свобод улечить. Ещё они боятся, что мы их обманем. Мне к перевозке контингента готовиться надо. А тут придётся экскурсию сопровождать. Комиссия ОБСЕ. Дело серьёзное. Без тебя знаю. Пошли. Товарищ полковник, что ещё? Ещё очень важно. Улыбаться. Они это дело любят. Значит, так. На следующей неделе проверка. Изглавка. Всем освежить мундиры и оружие до зеркального блеска. Соответственно. Паш, проверишь. Есть. Так. А где у нас Николаева? Простите. Я опоздала. Опа как! Ну чистая принцесса. Не-не, не принцесса. А кто? К чёрту! Королевна, не меньше. Согласен. Командир, вам плохо? Нет. Я просто первый раз вижу офицера спецназа на шпильках и в макияже. Сидеть я сам, Паш, продолжу. Лен, Лен, ну прости, честное слово, ну в чём я виноват? Ты пойми, мне вдруг как-то невзначай представилось, что ты в таком виде. С гранатомётом. Ну смешно же, верно? А без гранатомёта тоже смешно? Лен, ну я ж тебя иначе никогда не видел, вот и такая реакция. Да ладно, всё нормально. Дура и есть дура. Лен, ну прости, хочешь я перед строем извиню? Я ж всё понимаю, ты же ради Игорька своего стараешься, да? Ну да, ради кого ж ещё? Ну и я не прав, прости, всё? Всё. Всё в порядке, командир, проехали. Пойдём службу нести. Мне ещё переодеться надо, чтобы гранатомёту соответствовать. Да осторожней ты, кабан. Ну, надо было, надо было петухов вперёд послать. Чё? Да каких петухов? Ползи давай! А если провалимся где-нибудь? Да ничего с тобой не случится, давай! Давай, давай! Живее! Вперёд, вперёд, вперёд! Тихо, тихо! Не тормози ты! Так, встали! Это бывшая столовая. Демонтируем оборудование. Ну, пойдёмте. Прошу вас. Чё столбняк схватил? Пронесла. Ну, всё, расслабься. А чё за персты-то? Ай! Что встал? Тупик. Как тупик? Как? Как? Как тупик? Мамочка! Да не кипишуй ты. Что значит не кипишуй? Тупик же! Сам вижу. Так, что-то есть. А ну-ка, помоги. Что? Поддаётся. Жесть и фанера. А вдруг там вертуха? Открывай. Господин полковник, мы бы хотели поговорить с заключёнными. Мы можем это сделать? Не положено. У меня инструкции. А у нас межправительственный протокол. Имеем право. Они действительно имеют право. Чёрт знает что. Откройте камеру. Алабаз какой-то. Есть такое дело. О, пацаны. Здравствуйте, господин начальник. Ну вот. Здравствуйте. Меня зовут Лиссель Нуаре. Секунду, мадам Нуаре. Я не понял, кто там борзее? Парковник, парковник. Можно мне самой? Ну, чё там? Да, вертухаи маячат. А больше ничего не видно. Опаньки. И что? Что? Вот это, вот это фарт! Да мы им тут, да мы почти короли. Мы, мы, мы. Держи. У вас есть жалобы? Жалоб нет. А за что вы здесь? Двойное убийство на мне. Выходим, живей, живей. А вы на месте. Стойте! Ну что? К стене! К стене! К стене! К стене! Пакуй их, Чага. Подожди, твоих мусорков давай оставим. Пошли! Здоров, миша. Пошли! Что делаете? Пошли! 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 Давай, батя, давай! Давай! Иди ко мне, роди! С вертухаем разберешься, а этого на закуску. Ха! Капуть тебе жирно! Значит так, про строевой смотр я говорил, да? Было дело. Ну и как? Мундир-то на пузе сходится? Опа-на! Да ладно! У меня последние 10 лет вес стабильный. Килограмм плюс, килограмм минус. Мышечная масса растет, и что? Да ничего. Просто мне кажется, я вас в парадке-то ни разу и не видел. А мы тебя видели. Ладно. Сняли тему. Далее. Спустили средства на обновление спортинвентаря. Есть пожелания? Да, есть. А давайте теннис возьмем, а? Ведь теннис, это же вещь. А боулинг? Не хочешь? Хочу. А можно? Ну что на эти деньги? Маты новые потянем, пару новых тренажеров, одну грушу, пару макивар. Наш это гендос размолотил до неузнаваемости. Пожалуй, все. Ну а на шарике для пинг-понга останется? Не факт. Буров, слушаю. Есть. Буза в тюрьме. Похоже, со стрельбой и заложниками работаем. Блаток есть у кого-нибудь? Что же вы не позволяетесь? Садитесь. Не шевелитесь. Боже мой. Варвара. Подождитесь. Я прочую. Получается, весь блок под их контролем. Охрана успела покинуть здание, но у них заложники. Сколько? Человек семь-восемь. Причем четверо действующие члены комиссии ОБСЕ. Начальник и охранник. А ваши где? Спецназ будет с минуты на минуту. Наша задача? Вывести заложников до начала штурма. Как у них оружие-то оказалось? Со склада. Бардак везде. Да, прошу обратить внимание на личности, представляющие особую опасность. Чагин. Грабежи, вооруженное ограбление. Георгий Дмитрию. ОПГ. Замешан в организованных убийствах. Олег Барсуков. Двойное убийство. Слышал по ящику. Слушай, а чё я его так развернул-то? Нормальный же вроде мужик-то. Ну, нормальный. А двоих? Завалил. И ничего не отрицает. В общем, особо опасных я вам обрисовал. Дальше решайте сами. Николаич, зыки переговоров хотят. Иду. Паша. Здорово, начальник. Чего хотел? У нас это, требования. Что с заложниками? Живы. Все. Почти. Что значит почти? Братва перестаралась. На нервах, знаешь. Часовых заметил, подал сигнал. Все оружие взять не успели, но кое-чего похватали. Да, со всем арсеналом они бы тут Брестскую крепость устроили. Кончай, базарить. Паша, ты на месте? На крыше склада. Прогулочный двор, соседняя крыша и здание. Ясно. Держишь периметр, соседнее здание. И особенно контролировать крышу. Принято. Значит так, я, Николаева, Маугли, Ренат, через тоннель войдем внутрь блока. Гена, останешься здесь, прикрывай штылы. Опа-на! Командир, да я восстановился. Что же мне теперь? Почему? А потому что я так сказал, ясно? Так точно. Ренат, первый, Николаева за ним, Маугли и я замыкающими. Работаем. Есть. Смотри, Румын, их головы десятка ваших стоят. Коснись чего. Живьем вас брать, приказа не было. Понял? Ой, ой, ой. Ты мне мозг не грузи, начальник. Ты тут присмотри, а я до Румына сбегаю. Ага. А там, а там. Колесов, вы можете прекратить ваши куждения туда? Туда-сюда. Ну, что вы нам тут нагнетаете? Нагнетаете. Вас они, может быть, и не тронут. Прекратите панику. Мы для них единственный козырь. Илья Маль, помогите. Эй, кто-нибудь! Чё закипишь? Чё закипишь? Ему нужен врач. И так не сдохнет. Подожди. Пошли, коза. Стой! Стоять! Погребняк! Отпустите женщину! Не дергайся, начальник! Вообще, если бы не Румын, я тебя давно уже завалил бы. Понял? Тома, мы в столовой. Злодей триста. Понял тебя. Проверьте коридор в левом крыле. Принято. А ты чего тут? А мне лишний срок ни к чему. Это ваши дела. Ну и вали отсюда! Грунь! Давай её сюда! Толпой-толпой-толпой! Ну чё? Куда её? Вон наш конкур! Пошла! Чё встал? Тоже охота? Ах ты! Просто нас будешь, а что? Пошёл! Озавьте меня! Вали, вали! Я представитель Европейского союза! Добро пожаловать в Россию! Спасите меня! Ну давай, помогай! Спасите меня! Ах ты чё ты! Чёрт! А где чего? Что? Давай сюда! Что, бегонины? Бежим! Тихо! Пошли! Эй! Ну давай, просыпайся! Давай, давай! Очухался? Где заложников держат? Отвали мусор! Чего? Тарасенко! Тарасенко! Тарасенко, двухсотый! Ну ты! Ах! 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 Ослай браслет! Где заложников держат? На втором этаже! Ну то-то! Пошли! Слышь, Чага! Ну? Я хозяина на ящик водки сменял! Вот это в мазь! Не понял. А кто настрёмер? Найду, почки опущу. Тихо. Сюда. Что, что, что? Что дальше? Что дальше, а? Здесь переждём. Руки, руки убери. Чёрт. Слушай, Рана, серьёзно. Надо перевязать чем-то. Чем же? Чем же? Чем же? Эй, эй, кто там есть? Горю, сюда! Мы в коридоре левого крыла, чисто. Как заложники? Ищем. У вас 10 минут, потом начинаем. Принято. Твою мать! Уйди, прости нас. Румын, прости! Он чё? Что? Чё? Ой! Я спорила. Ц-ц-ц-ц-ц. Уф! Так, ты наверх, ты прикрываешь. Пошли. Да не помню я этого барсука. Да он мужик из серых. Останешься на стреме. И чтоб тихо здесь. А почему вы убили тебя двоих? Они дочь мою хотели изнасиловать. Вы женаты? Жена ушла, когда дочери было два года. Слушайте, а вы хорошо говорите по-русски? Я из семьи иммигрантов. У нас всё готово. Принято, ждите. На третий этаж ушли твари. Ну, я этому барсуку башку снесу. Пошли. Пошёл. Мы на лестнице движемся на третий этаж. Принято, пять минут. Принято, пять минут. Эй! Эй! Что там есть? Я ж сгорю нахрен! Здесь баллоны! Пацаны! Сюда взлетим же! Пацаны! Эй! Оружие брось! Злодеи двести. Ничего! Это кто? Что это? Это наши придурки. Но кошмана не там. Все на пол! Оружие на пол! Руки за голову! Не понял. Ну-ка, пошли. Ну, слава Богу. Начальник тюрьмы Покровский. Майор Буров, мы за вами. Чага! Румын! Румын! Там менты тебя спрашивают. Ну что, Чага, пойдём побазарим? Конечно. Помоги ему. Никого не валить. Бабу не трогать. Кишки выпущу. Пошли. Женщины нет. Урки увели куда-то. Про барсука помните? Может, они их на третьем этаже ищут? Может, и так. Николаева, Ренат, выводить людей через тоннель. А, есть. Со мной. Майор, я с вами. Как хочешь. Внимание, всем работаем! А барсук — это Олег Барсуков? Да. Так какой же он злодей? Я его бои видел. Говорят, он до недавних пор ребят тренировал. Как его вообще сюда занесло-то? Так и занесло. Грохнул двоих. По слухам, люди Хигая, но ничего не доказано. Говорят, у них с Хигаем давно тёрки были из-за заказных боёв. Не поверю я. Барсуков — боец честный. Так оно и есть. Они вроде дочку хотели его изнасиловать. А вообще, тёмная история. В убийстве он сознался, ничего не отрицает, а остальное — так, слухи. Ты и сам понимаешь, всякое бывает. Любому крышу снести может. И с ним пожёстче сейчас, если что. Кто знает, что у него там в башке творится. И тем не менее, ты понял, да? Понял, командир, понял. Что ж я... Пошли. Товарищ полковник, вы здесь, а мы наверх. Хорошо. Помогите! Горю! Помогите! Рысь, я в коридоре второго этажа. Там на четыре заложника. Майор, к вам ведут заложников. Женщину ищем. Как у вас? Посылка ждёт. Как у вас? Пусть ждут, нам нужно ещё минут двадцать. Ждём пятнадцать минут, начинаем штору. Как приняли? Принял. Как вы, а? Плоховато. Выдержитесь, прошу, выдержитесь. Пожалуйста. Не поддаётся! А ну-ка, отойди! На! На пол! Давай туда! Вот и всё! А что? Что-что-что такое? Что? Нет! Нет! Не стрелять! Женщина у нас, плюс трёхсотый. Уходим быстро. Рысь, доложи. Бума, Рысь, вы как? Почти на месте. Со мной начальник тюрьмы, отправляю его к вам с заложницей Барсуковым. Дождитесь их. Принято. Эй! Кто слышит? Помогите! Что происходит? Взрыв в столовой! Путь отрезан! Спокойно держись. У нас трёхсотый. Окажите помощь и ждите команды. Можно выйти через крышу. Выводи, выводи! Со мной! Давай, 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 давай! Это что, штурм? А я знаю. Заложников нету. Твари! Куда они ушли? Ну, если здесь их нету, а столовку разнесло, остается только одно — на крышу. Не уйдут. А где, Игорь? Впереди. Хорошо. Товарищ полковник, выводите их, я прикрою. Да, конечно. Штурм! Начинаем штурм! 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 Какого чёрта? Я прикрою! Приказ был всем отходим! Давайте вместе, командир, как учили попеременно! Ты и потом я! Рэмбо, твою мать! Пошёл! 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 Рэмбо! Да пошло оно всё! Я под пули не подписывался! Уходим! Живи! Валим, валим! Живи, говорю! Пошёл! Пошёл. Пошёл! 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 Всё нормально? Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ага. Держитесь, Олег. Держитесь. Ага. Да ладно. Как только всё это закончится, я добьюсь вашего освобождения. Какое тут? Нет-нет, я всё сделаю. Вас дочь дома ждёт. Обещаю, что помогу. Да я же убийца. Два трупа до мне, куда от этого денешься? Да и не жалею я. Ты ведись еще раз, я бы этих твари порвал за дочь. Ой. Конечно, так нельзя. А как можно как? Когда вот они и дочь. Что мне оставалось? Ваше дело можно иначе квалифицировать. Не как преднамеренное убийство. Как же это, по-вашему? При решении необходимой обороты. У одного из них был нож. Его приобщили к делу, как вещдок. Он, когда его достал, я его вместе с ним в окошко и выкинул. А второго так. В догонку. Зло я был. Очень. Да и следователь рассказывал только, кто меня слушал. Ну, это же совсем другое. Вам нечего делать в тюрьме до суда. Вы должны жить дома со своей дочкой. Если так. И никуда я не уеду, пока я не добьюсь вашего освобождения. Обещаю. Спасибо. Нет, не стоит благодарности. Это мой долг. Я сюда для этого и приехала. Вы знаете, вы помолчите, пока вам нельзя, наверное, так много говорить. Да чего там? Какое тут? Это что, типа? Стокгольмский синдром? Это простые человеческие чувства, командир. Я одно не пойму, командир. Вы там все спускаться собираетесь? Ну, что, человеческий детеныш, будем считать, что испытательный срок ты прошел, там видно будет, а пока… Добро пожаловать на борт. Ты полноправный член команды. Маугли. 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 Субтитры подогнал «Симон»